Продолжаем нашу работу. Продолжаем работать над семействами. И сегодня мы с вами поговорим о создании семейства фундаментного блока типа FBS. Создается такое семейство, как обычное семейство. Нажимаем файл, создать, семейство и выбираем здесь либо метрическая система типовая модель, либо уже готовые у нас есть метрическая система фундамент несущей конструкции. Открылся это проект семейства, диспетчер семейства, все инструменты семейства. И по умолчанию открылся у нас опорный уровень, ну то есть это план. Прежде чем мы будем строить семейство, давайте подумаем. Фундаментные блоки бывают разные, с виду они одинаковые, то есть геометрический вид у них одинаковый, но длина, ширина, высота у них может различаться. Нет смысла делать отдельные модели, я вот насчитал там 14 таких разновидностей, и поэтому смысла в этом нет делать такие разновидности, аж 14 штук. Поэтому целесообразно сделать одну модель, но разные типа размеры. То есть, чтобы с одной модели делались те блоки, которые нам нужны. Это называется типа размеры. Для того, чтобы создать такой блок, то первоначально необходимо задать опорные плоскости, которые будут регулировать его форму. Опорная плоскость, инструмент, создаем. Одну так, вторую так. Назовем их. Это будет у нас ширина правая. Ну, по-русски да напишем. Ширина правая. А вот эту плоскость, опорную, назовем ширина левая. Левая. Называть их можно как угодно, хоть цифрами, хоть чем еще вам понравится. Ну, целесообразно назначать, допустим, у них какие-то имена. Почему имена? Потому что потом мы забудем, как они назывались, и нам будет целая проблема. Из поиска той плоскости, которая нам нужна. Вот эту я назову правая, а эту назову еще левая. Вот так. Будем помнить. Теперь необходимо задать положение этих плоскостей с помощью размеров. ай-кью раз. И вот так. Тоже ай-кью два. Плюс габаритный размер по ширине и габаритный размер по длине. Вот так. Какие они сейчас, это не важно. Сделаем параметр. Назначаем этот параметр. Ну, назовем его так. L. Параметр экземпляра. Раз. И вот второй параметр. Назовем его B. Параметр экземпляра. Все. Все готово. Теперь перейдем на фасад спереди. И тоже зададим, создадим опорную плоскость для регулировки высоты. Ну, назовем ее так, например, высота. Высота будет у нас. Есть. Точно так же зададим размер. Не закрываем замочек. И преобразуем этот размер в параметр. Ну, это будет параметр у нас H. Параметр экземпляра. И, как вы видите, я ничего пока не назначаю. Дальше. Опять переходим на опорный уровень. Перешли. И теперь я создаю элемент выдавливания. Могу взять прям прямоугольничек. И вот таким вот образом. И смотрите. Я его привязываю ко всем плоскостям. Раз. Нажимаю галочку. Теперь проверяем. Вот здесь свойства. Открываю. Вот видите, вот эти BHL. То, что я создавал. Пишу 2400. Ну, здесь, допустим, 600. Применить. Окей. Все работает. Да? Ну, вообще-то говоря, это бы и сошло у нас за блок. Но у блока еще. Нам надо еще сделать выемки и вырезы. Значит, вот здесь у него есть такой вырез в виде трапеции. Значит, я выделяю блок. Нажимаю редактировать элемент выдавливания. И сейчас я здесь вот убрал линию. И теперь ее нарисую. Значит, здесь должна быть такая выемка. 120. В глубину 130. 130. Ну, здесь тоже будет 120. И так будет 130. Так, а еще посредине, вот здесь, сюда, это будет 60. И вниз 60. 60. Так. Дальше. Дальше я ее соединяю вот так. И соединяем вот так. Вот эти вот кусочки, они были нужны для построения. И это тоже, и это тоже. А теперь соединяю. Так. Все единое целое. И теперь соединяю. Так. Все единое целое. Теперь. Мне надо с другой стороны такой же вырез делать. Я нажимаю Ctrl. Ctrl. Выделяю то, что я хочу отзеркалить. То есть я хочу его отзеркалить. Так. Не то. Раз. Так. Выделил. Выбираю ось. И щелкаю здесь. Смотрю, с той стороны все отразилось. Теперь эту линию убираю вверх. Так. Отсоединять. И дальше еще нарисую линию здесь. Внизу. Вот так. Вся она у меня закрыта. Нажимаю галочку. И теперь проверяю. Как оно работает. Ширину поставлю 700. А длину поставлю 2200. Применить. Ок. Все. Видите? Все хорошо работает. Все привязано. Теперь. Перехожу на фасад. Ну, фасад щелкаю по блоку. И его тяну вверх. Так. И прикрепляю. Теперь проверим, как оно работает. Высота. 600 поставим. Применить. Ок. Все работает. Посмотрим на 3D виде. Все хорошо. Так. Вот так выглядит наш блок. ФБС. Теперь еще его я выделю. И поставлю ему материал. Значит, я открываю здесь бетон. И беру бетон сборный. Назначаю. И обратите внимание, что здесь можно, во-первых, его внешний вид поставить. Так. Дальше. Физические параметры. Вот, смотрите. Вот эти параметры все мы можем поставить, так как именно нашему конкретному бетону будет соответствовать. Если это необходимо. Если мы планируем дальше, например, его использовать в расчетах. Ну, вот и все. Получился у нас. Готовый блок. Но. Это еще не все. Значит, мы сделали один единственный. А теперь давайте сделаем. Ну, я все не буду делать, но для примера парочку сделаем. Мы типа размеров. Ну, поскольку это немного времени занимает. Теперь смотрим здесь. Категория семейства. Фундамент несущей конструкции. Всегда вертикально. Все хорошо. Дальше. Нажимаю здесь. Типоразмеры в семействе. И вот теперь мы будем создавать типоразмеры. Нажимаю создать тип. Называю его так. Он будет называться ФБС. 24, 3, 6. Окей. Значит, 24, это 3, 6. Это означает все это в дециметрах. 24, это длина. Эта длина будет у него. Будет. Сейчас давайте посмотрим. 2, 380. 2, 380. Так. Высота у него, если будет 580. А ширина будет 300. Так. Применить. Окей. Вот он, видите, стал такой. Дальше. Теперь опять создать параметр. Типоразмер. Создать тип. Это будет ФБС 24, 4, 6. Создали. И у этого типа размера, что, в чем разница? В том, что у него высота, вот эта шестерка. Такая же длина, такая же. Ширина у него 400. Пишем 400. Применить. Окей. Опять создаем. Типоразмер. Ну, новый. Ну, я уже создам другой. Я напишу, например, ФБС. Это будет 12. Ну, допустим, такой. 12, 6, 6. Окей. Значит, у него длина будет 1180, высота 580 и ширина 600. Применить. Окей. Вот видите, как он поменялся. Ну, все. Я больше не буду все 14 делать. Они делаются абсолютно точно так же. Ну, только как принцип, понятно, да, его делается. Теперь я его загружаю, сохраняю себе. Напишу ФБС. И, кстати, вот мы, например, один раз в своей жизни такой блок сделаем. Его целесообразно загрузить в библиотеку. Я уже говорил об этом, да. Там создать папочку пользовательские. В библиотеку самой программы. И там, например, еще папочку фундаменты. И вы всегда его можете оттуда потом извлечь. Я его туда не сохраняю, потому что у меня там уже есть такие сохраненные. Сохранить. Все. Теперь смотрите, что мы делаем. Вот мы. И вот он, пожалуйста, стоит. Да? Стоит. Вот он стоит. Вот они оба стоят здесь. Вот так. Вот они оба стоят. Значит, какое-то. Давайте мы выбираем. ФБС 2436. Хорошо. Открываем. А вот они и другие, да, которые мы делали. ФБС я беру другой. Ну, не хочет еще меняться. 12.6. Вот, назначает 12.6. Не хочет. Если не хочет он меняться здесь, то мы его найдем вот здесь. Фундамент несущий конструкции. И вот он. ФБС есть, который мы делали. 2436. Создать экземпляр. Создали. 24.4, там 6. Создать экземпляр. Мы его создали. Видите, у них ширина разная. И вот этот, например, создать экземпляр. Вот он, пожалуйста. И вот смотрите. Каких мы разных понаделали фундаментных блоков. А хотя модель у нас одна единственная. Одна единственная. А блоки все получились разные. И вот так надо было бы их сделать все 14. И мы имели бы здесь одну модель. И вот здесь было бы у нас 14 типа размеров фундаментного блока. Вот так принцип создания работает. Типа размеров. На сегодня пока будет все.